Железнодорожная сеть В прошлом году в бюджет края перечислено более 2 миллиардов рублей В 2023 году на территории Алактайского территориального управления РЖД инвестировано более 5,2 миллиарда рублей На текущий год объем инвестиций уже составляет 7,7 миллиарда рублей Средства пойдут на обновление пассажирских составов, модернизацию путевого хозяйства, приобретение технического оборудования Сегодня экономике приходится отражать санкционные атаки Но даже это не помешало бесперебойно обслуживать международные грузоперевозки В декабре 2023 года в Москве как раз шла речь о глобальных вызовах и перспективах на 4-м железнодорожном съезде С участием президента Владимира Путина и 2000 работников РЖД На съезде побывала и наша съемочная группа Владимир Путин озвучил планы, которые позволят укрепить транспортно-логистический каркас всей Евразии Одновременно работая с зарубежными партнерами над формированием железнодорожных маршрутов Из центральной Сибири в южном направлении в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов Еще один транспортный меридиан со севера на юг пройдет через Урал и Сибирь Его ключевые элементы – это модернизация центрального участка Транссиба, включая Западно-Сибирскую железную дорогу На территории Омской, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей Алтайского края Это строительство северного широтного хода с перспективным выходом к портам Ямала, Таймыра и Северо-Красноярского края А также создание новой северо-сибирской железнодорожной магистрали от Хантамансийского автономного округа До ее стыковки с Транссибом и БАМом Эти проекты в комплексе позволят не только разгрузить Транссиб, перенести часть грузопотока, например, угля Мы понимаем все вопросы, связанные с этой проблемой, с действующих трасс Но и создать мощный логистический кластер на Урале и Сибири Дать импульс развитию всего этого макрорегиона Перевозка продовольственных грузов – важная часть работы, которую развивают и железнодорожники, и правительство Алтайского края Сегодня она охватывает не только продукцию наших аграриев, но и выходит на зарубежный рынок В ближайшее время наш регион может стать экономическими воротами на восток Мы продолжаем западно-сибирская дорога, мы продолжаем работать в том же духе Активно развивая свою инфраструктуру, это развитие инфраструктуры, это развитие энергетического комплекса Это, конечно же, обновление тягово-подвижного состава, наши традиционные обновления, которые необходимы для функционирования Ну а мы продолжаем занимать почти четвертую часть всей погрузки компании и девятую часть грузооборота Впечатляет и пассажиропоток За 2023 год со всех станций западно-сибирской железной дороги отправились более 41 миллиона человек Представить эту структуру без людей невозможно Путейцы, вагонники, локомотивщики Только в Алтайском крае железная дорога объединяет почти 700 разных профессий и более 20 тысяч человек Среди которых есть целые династии железнодорожников Представить себе нормальную жизнь, текущую, обыкновенную жизнь такого региона, как наш Без труда железнодорожников невозможно А говорить про его дальнейшее развитие просто никак нельзя, если не будет такой организации, если не будет такой работы, если не будет таких людей Перестроить логистику, выйти на глобальные рынки Сегодня железная дорога всей страны и Алтайского края в частности продолжает вносить колоссальный вклад в развитие экономики и без преувеличения национального суверенитета Когда вот смотришь, поезда пошли по туннелю, по мосту Вот какое-то чувство надеги возникает Страна живет, развивается, добивается результатов, успехов И, как говорили еще в советские времена, возникает ощущение уверенности в завтрашнем дне